о идеально да идеально все дорогие друзья шаву а то в хорошей неделе каждый смотрит где удобно ведь у нас 33 канала у нас есть канал telegram youtube и facebook значит кто где удобно там и смотрит и сегодня мы продолжаем увеличивать радость как вы уже знаете кто постоянно смотрит вроде я сейчас буду пишите нахожусь рядом с будапештом озеро болотон и здесь меня нету книжек по которым обычно мы проводим уроки поэтому мы сейчас такие полупраздничные дни все в общем необычно и не праздник и не будни и а значит вроде идем все время про радость но из разных мест мы берем из разных местах мы берем какие-то кусочки и их изучаем и так значит сегодня мы рассмотрим несколько отрывок отрывков из книги которая называется экклезиаст коэлит коэлит это царь соломон значит царь соломон написал книги экклезиаст коэлит мишлей притчи царя соломона и песнь письмей и вот мы сейчас как раз я готовлю почему именно коэлит вы спросите я очень люблю совмещать различные дела чтобы был максимальный коэффициент полезного действия как царь соломон как раз 9 главе в восьмом отрывке он говорил такую вещь что в девятом отрывке вернее девятый отрывок 9 главы что коль машетим цаеда халасон баку ха ха се все что делает твоя рука делает в полную силу я стараюсь делать в полную силу и один из моих вот этих вот лайфхаков жизненных я стараюсь всегда совмещать в одном действии несколько несколько смыслов да чтобы было вот например сейчас я готовлю к изданию книгу экклезиаст коэлит то есть книга мишлей отлично уже два тиража продали издательство книжники значит ну книга продается люди довольны и счастливы каждый день ко мне подходят ицкак спасибо за книгу мишлей вообще очень помогла а книга коэлит она может быть оказывает еще больше влияния на жизнь человека они разные притчи это как жить вот когда тоже решил жить по торе царь салмон тебе рассказывает нюансы как жить как выполнять волю всевышнего как с людьми взаимодействовать как с деньгами как с мужьями с женами с детьми и так далее шалом да мир это все книга мишлей тирк коэлит он отвечает здесь на вопрос а вообще зачем жить это более глобальная книга она говорит о больших таких вот жизненных вопросах да для чего зачем и брухатады и вот значит благословляющий будет благословлен до мир и вот значит в книге коэлит он отвечает на очень глобальные вопросы такие зачем жить как вообще зачем весит мир зачем это жизнь философские книги до такой философские вопросы и сейчас я готовлю к изданию эту книгу и как раз чем ее быстрее закончили редактировать тем быстрее она выйдет я утром как раз и утром обычно час до урока занимают стороны 30 минут час и я сегодня как раз думаю надо уже заканчивать редакцию быстрее и с утра я девятую главу отредактировал осталось 10 11 12 я думаю что сегодня и максимум там но вот на этой неделе я не закончил и к сентябрю где-то к октябрю она может выйти если вы хотите поучаствовать кстати в ее издании чтобы ваше имя там стояло на книжке что каждый кто читает книгу эту и чтобы у вас была в этом заслуга можете с якобы шатхадином связаться и поучаствовать как спонсор в этом издании рекламной кампании и так далее то есть очень это будет богоугодное дело которое приносит благословение и вот значит в девятой главе я как раз отредактировал и из него я выбрал то что говорится про счастье про радость про счастье то что мы сейчас изучаем наша тема потому что как бы это очевидно что самое главное в жизни там жить и радоваться и вот что здесь можно понять значит 9 9 глава 7 отрыва говорит царь саламон так иди говорит лех и холь басим халах мэха иди кушай в радости хлеб твой и пей уж тэбэ лефтов яйнеха и пей сердцем добрым сердцем добрым пей вино твое что уже хочет всевышний все твои дела давайте разберемся значит иди ну иди понятно по жизни надо двигаться не надо по жизни сидеть надо двигаться маадим лисимха вот нам лея каплан говорит как раз и действительно для того чтобы жить жизнь равно движение тот кто не двигается он не живет поэтому нужно больше двигаться все время нужно себя включать и с этого он тоже начинает иди говорит можно же было сказать просто кушай в радости свой хлеб он говорит иди кушай в радости хлеб твой значит есть у каждого человека вот у меня есть водичка да если да есть я пью ее пью можно пить ее в радости можно без радости как пить в радости воду значит до свидания сразу такой вот вот знаете работает у нас работает закон кармы работает моментально как только человек пишет что-то плохое мы тут же его удаляем и все вот все закон кармы моментально срабатывает хочешь слушать слушай не хочешь слушать не слушай писать плохие вещи сразу тебя возвращается тебя блокирует вот это на ютюбе просто какой-то чайка который вместо здравствуйте там всем добра благословения шалом он пришел там с какими-то негативными мыслями значит пришел с негативными ушел с негативными до свидания вот так жизнь работает так жизнь работает прям можно в этом не сомневаться и так значит иди кушай в радости хлеб свой правильно сказал царь сам он мацай и вино может быть да да тоже хорошо но тут самое главное что кушать в радости твой хлеб зависит от кого зависит от тебя то есть ты можешь кушать хлеб свой в радости можешь кушать не в радости это вот главный вопрос и это выбор потому что если ты выбираешь в данный момент кушая свой хлеб порадоваться и тебе например не радоваться тогда что когда ты возьмешь и выпьешь вина чуть-чуть выпьешь чуть-чуть вина значит и поднимешь свою радость потому что тот же царь сам он в притчах он сказал он говорит что не надо пить он очень много пишет там о вреде алкоголя но он же сам там же пишет в тридцать первой главе что дайте вино тому кому грустно лимаре нефи что то кого горечь на сердце дайте ему выпить вина то есть если человек решил поднять свою радость то он использует все возможные средства и вино включается тоже в эти средства если уже все остальное не действует потому что вина есть один плюс что оно действует ну практически наверняка поднимая радость и меняя человеку картину мира но у него есть последствия что это радость украденного завтрашнего дня поэтому лучше использовать другие средства изменения мышления ракурса и так далее теперь но есть вот я сейчас буквально несколько дней назад один из моих клиентов коучинги он прошел со мной 10 шагов к счастью программу да и он мне написал говорит первый раз за пять лет я не пил там было какое-то мероприятие я ну он не не алкоголик но он выпивает любит виски там такой как есть гидонисты гидонисты они себя называют те которые любят получать удовольствие он любил получать удовольствие все время пил по чуть-чуть тут он говорит я и вообще не пил мне не нужно было у меня такой уровень радости сейчас которого не было никогда в жизни за счет психологии поэтому говорит мне зачем ну просто вот я не захотел и не пил теперь здесь иди кушай в радости хлеб свой и пей сердцем то добрым вино свое зная вообще все что другого советовал царь соломон он это дает крайний случай вину не надо пить вино каждый день чтобы радоваться но можно по его мнению значит теквара родца айлатим от масека что уже хочет бог твои дела значит здесь в чем вообще суть жизни человека если взять вот по простому да у каждого из нас есть какие-то желания эти желания или они удовлетворяются или не удовлетворяются то есть вот про самая простая схема то человек все время что-то хочет дальше на каждое его хочу есть реальность или или да или нет как всевышний он часто не отказывает а всевышний иногда задерживается ответом как один мальчик ребенок он просил у деда мороза он просил деда мороза всевышнего молился что всевышний через дед мороза дал ему военную форму а потом прошло ему 10 лет ему 18 ему выдали военную форму и он пошел в армию то есть бывает что всевышний на просьбы отвечает задержкой бывает с большой очень задержкой человек так и не дождался выполнения своей просьбы но вся жизнь состоит из вот этих вот желаний и их удовлетворение или не удовлетворение теперь здесь он нам что говорит иди кушай в радости твой хлеб то есть даже если тебя есть только хлеб в данный момент то имеет смысл для тебя кушать его в радости то есть ты же хотел все равно кушать покушал и ты можешь в этот момент сказать что ну не все же мои желания выполняются да у тебя какое желание быть в радости зачем тебе нужны все твои желания все желания нужны человеку для того чтобы при выполнении любого желания испытать радость и чем больше у человека желаний чем они более невыполнимые тем меньше радости у него в жизни чек который как и долгие годы я тоже это практиковал это была моя как бы жизненная философия и я ее превратил свою профессию помощь людям ставить и достигать цели я всегда говорил ставь большие цели ставь большие цели чем больше цели тем больше у тебя желания чем больше у тебя желания тем больше у тебя движения в общем все шло через то что ты создаешь себе разрыв между желаемым и действительным и этот разрыв заставляет тебя двигаться и ты двигаешься и что-то достигаешь там, какие-то цели. Но зачем? Зачем? Вот этот главный вопрос, зачем? То есть, человек хочет достигать цели, чтобы испытать ощущение радости и счастья. Но если он ставит такие цели, которые он никогда не достигнет, или у него очень много целей, которые все они не достигнуты, то он окружил себя полупустыми стаканами, он себе как бы забросил много удочек, да, чтобы ловить рыбу. И теперь он бегает, высунув язык по пляжу, чтобы эту рыбу одну поймал, вторую, и уйти не может даже рыбу пожарить, потому что, а как ты ее пожаришь, у тебя еще 10 удочек затянуто. Как другой один мой клиент, он говорит, что, он очень богатый человек, он говорит, я минуту не могу, у меня просто, я как колесико в машине и в часовом механизме, и я не могу выскочить, у меня нет никакой свободы, то есть я постоянно в таком как рабстве он себя ощущает, да. Вот, вот это вот пишет нам Мухамор, да, в Ютубе, он говорит, это же очень просто быть счастливым, это выбор. Вот именно об этом здесь и говорится, в этом отрывке из Экклезиаста, что иди кушай в радости свой хлеб, и пей свое вино. То есть если тебе и хлеб не помог в радости, так выпей чуть вина, чтобы порадоваться. Уже Бог хочет твои дела. А как мы знаем, что Бог хочет твои дела? Очень просто. Вот то, что у тебя есть сейчас, это значит, что желание Бога совпало с твоими желаниями. Вот у каждого человека есть там набор желаний, и у него есть там, где оно совпало, то, что реализовалось, это было и желанием Всевышнего. А то, что пока не реализовалось, значит, пока Всевышний не хочет. И что из этого следует? Что получается? Если ты внимательно посмотришь на свою жизнь и скажешь спасибо Всевышнему за водичку, спасибо, я же хотел пить, попил. Спасибо Всевышнему, чистая вода, еще с газиками, да, с такими, она чуть-чуть слабо газированная. Ган Эден, рай, просто рай. Если ты сосредотачиваешься на том, что у тебя есть на своем хлебе и кушаешь его в радости, ты и есть самый счастливый человек. Не тот, у кого много, но которого еще больше не хватает. Это несчастный человек. Чем больше тебе не хватает, тебе плохо. То есть, стоит нищий, он говорит, дайте мне хлебушка. Ему дали хлебушка, все, он получил то, что хотел. Стоит там миллионер, кричит, мне нужно кредит в миллиард долларов, чтобы заработать два миллиарда долларов. Мне нужно, уже меня там, жена меня не устраивает, мне нужна другая жена. Как помните, сказка была про золотую рыбку. И говорит этот, приходит дед к рыбке, и говорит, старуха не хочет, моя уже быть, столбовую дворянка, а хочет она быть владычицей морской. Вместо тебя рыбка. Рыбка махнула хвостиком и уплыла. И осталась старуха опять у разбитого корыта, ни с чем. Вот это вот жизнь человека-достигатора, который все время он хочет больше, 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 больше. В какой-то момент, оп, и проехали. Жизнь закончилась. Поэтому говорит царь Славонам, остановись, иди покушай в радости свой хлеб. Хлеб у тебя есть, но покушай ты его в радости. Не беди все время за какими-то там выдуманными ресторанами, которые заплатили, там я не знаю, сколько они заплатили, чтобы рассказывать, что вот только там Мишлиновский ресторан, вот там сидит какой-то японец, который делает эти суши под мостом, и вот у него очередь на три месяца, ему сто лет, и вот он, этот японец. И вот люди сидят месяцами, ждут попасть в этот ресторан, потом приходят в этот ресторан. Я помню, когда-то я в таком был ресторане, ну, в общем, у меня там была история в Лондоне, она такая, тоже с клиентами как раз, людьми, которые очень богаты, и очень были они несчастные, просто, ну, нереально несчастные. Но при этом, я такого богатства, и на тот момент, и честно говоря, вот чтобы люди так красиво устраивали свою жизнь, я до сих пор не видел. У них дворец, такое поместье с оленями, как, знаете, все, в общем, они сами из Казахстана, но очень-очень разбогатели, и в Лондоне такое прям поместье, ну, вот как в фильмах все, да, и у них повар был из Мишленовского ресторана. И мне вот как раз, когда я туда поехал, мне было так плохо, так меня тошнило, так мне было, ну, просто ужасно я себя чувствовал, и вот человек бывает, он ждет чего-то, он к чему-то готовится, он думает, что ему будет прям реально очень хорошо, а потом проходит этот момент, и все. А почему он и все? А он не умеет радоваться. Кто умеет радоваться? Кто поставил радость, и счастье как цели своей жизни, и как для себя самое важное, то получается, что он умеет и воде радоваться, и хлебу. А тот, кто не умеет радоваться, так он и не будет ничему радоваться. Понятно, да, идея? Вот. Поэтому вот этот, вы можете 9 глава, 7 отрывок для себя выписать, и прямо себе повторять его. Иди кушай в радости свой хлеб, и пей с сердцем добрым вино свое. Пить надо вино с добрым сердцем, если пьете. Уже хочет Всевышний какие-то твои дела, так порадуйся тому, что он хочет. То, что ты достиг, отпразднуй, посиди, подумай, вот, ну, класс, ну, живешь же, прям жизнь прекрасна. Вот елочка тут тебе, вот солнышко тебе, вот водичка, вот это, вот это. Ну, радуйся, дальше не успеешь. Восьмой отрывок. Восьмой отрывок он продолжает нам и говорит, беколь эд, в каждое время, юб гадэ халиваним. Видите, у меня черное все, в основном одеваются, черный свет мне нравится. А царь Саламон говорит, что в каждое время пусть будут твои одежды белые. Вэшэмэн али рушэха, и масло пусть будет на твоей голове, аликсарат, что не будет недостатка в масле на твоей голове. Непонятно. Во-первых, когда жил царь Саламон, это же было все-таки три тысячи лет назад. И не было тогда ни порошка стирального ареэля, ни стиральных машинок, не было ничего. Ходить в белой одежде было очень затруднительно, потому что она, она запачкается, грязно, наверное, было тоже пыльно. Но, значит, ходили в белой одежде, но здесь есть метафора. Что значит, пусть будут твои, твои одежды белыми. Здесь есть метафора, что будь без греха. Вот, в Рошашана, в Йомтипур одевают все белые одежды. Будь без греха, не греши. Пусть будут твои одежды белые. Это, значит, будь без греха. Так себя веди, чтобы тебе не было стыдно, чтобы не было у тебя каких-то вот этих вот, пятерной одежды, да, имеется в виду негативные последствия твоих поступков. И масло ели, на голове твоей не закончится. Значит, масло, это тоже метафора. Одежда, это метафора на твое поведение, на твое поведение внешнее, с другими людьми. Масло, это то, что сегодня называют личный бренд. Личный бренд, доброе имя. Масло, это раньше брали масло, ну там, оливковое, например, да, потом в это масло добавляли разные там травы, какие-то благовония, там, что-то мешали, 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 и получалось такое вот косметическое масло, которым смазывали голову, так красиво, чтобы было блестеть. Лицо, наверное, смазывали тоже, да, и оно еще было как духи. И получается, что, пусть будут у тебя белые одежды, это пусть твое поведение, твои поступки будут такими, чтобы тебе не было за них стыдно. веди себя с людьми, Теперь, теперь и масло, это доброе имя, которое идет от тебя. Вот задает вопрос Мухомор, он говорит, а зачем Бог, чтобы знать эти тривиальные вещи? Я скажу даже больше, можно, вот физика, например, да, законы какие-то, можно сказать, о там, Эйнштейн или нет, он изобрел законы, он их не изобрел, он их открыл, законы эти есть. Вот, Всевышний сделал мир по духовным законам, вообще весь этот мир, он создан Всевышним. И, есть люди, которые получили эти законы без указания, значит, источника. Вот, например, я вам скажу такую тривиальную вещь, вы знаете, там, все относительно, теория относительности, я скажу, мне кто-то скажет, какие-то девочки, там, 15-летние, или 12-летние, а откуда ты это знаешь? Я скажу, я сам придумал, это вещь тривиальная, просто смотрю я на жизнь и думаю, все относительно, а Эйнштейна не упомянул. То есть, действительно, многие вещи, которые, которые нам кажутся тривиальными, и что вот все, мы к ним привыкли, но они пришли из Торы. То есть, Всевышний дал Тору, в котором он объяснил, как все это работает, значит, и Всевышний объяснил, как это работает, потом люди брали, 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 потом иногда они говорили, источник Бог, мы сейчас про него забудем, мы просто теперь эти знания присвоим себе. Так вот именно Мухомор спрашивает, эти вопросы задают, молодец. Бога никто не создал, в этом и есть суть Бога, что Он сотворил все. Он является первоисточником и первой причиной, вот это и называется Бог. То есть, если Его кто-то сотворил, то это уже та сила, которую Бог сотворил. Вот все и дало поклонство, все силы в мире, это производство всесильного, а Он всесильный, единственный источник и создатель, и творец всего мироздания, всех законов и всех сил в этом мире. И все, вот это Бог. То есть, Бог это именно вот та первая причина. Поэтому спросить, кто создал Бога, нельзя, потому что Бог это тот, кто всех создал, но никто не создал его. Вот и все. Хорошо. Теперь, значит, дальше говорит царь Соломон, что для того, чтобы сохранять вот эту радость, то есть, есть у тебя твой хлеб, есть у тебя твое вино, и если ты умеешь этому радоваться, у тебя нет причины грешить, значит, у тебя нет причины грешить, потому что у тебя все есть. Ты не сделаешь никакой поступок, который может повредить тебе в дальнейшем. То есть, вот, например, там, люди, которые воры, да, он думает, да я возьму чужую собственность, никто не заметит. Во-первых, заметит. Во-вторых, найдут. Есть специально обученные люди, милиция там и так далее, которые как раз вот ищут, ловят, и мы видим на самых разных уровнях, от там, замминистра обороны до президентов страны, если люди, они берут чужую собственность, государственную или чужую, они потом садятся в тюрьму. Эта история доказала, что так оно работает. Но даже если, даже если сказать, что люди тебя не заметят, Всевышний, нету Всевышнего, но оно же все возвращается. Но опять же, человек, который не хочет это видеть, он не будет к этому прислушиваться. Но если ему задать другой вопрос, а зачем тебе это все? Вот возьмем сейчас человека любого, который сидит в тюрьме, и спросить его, скажи, без того, что тебя привело в тюрьму, ты мог, ты мог обойтись в жизни? Я думаю, что 99% скажут, да, в принципе, я мог и не пить в тот день, и не воровать, то есть, я мог бы эти деньги заработать там, в другом месте, или за меньшие деньги, мне зачем нужны были там именно эти деньги. То есть, любой человек, который сидит, получает наказание за свое преступление, если его спросить, причина того, что ты это взял, или сделал, или обидел, или напал, это причина, тебе она была действительно так уж, так уж нужна, что ты не мог от этого бы отказаться. Я думаю, что 100% людей, 99%, 90% людей скажут, нет, вот это мое желание, которое меня заставило это сделать, оно, оно, то желание, которое заставило меня это сделать, если я мог бы совершенно спокойно этого не хотеть, у меня есть множество возможностей для того, чтобы радоваться каким-то другим вещам в жизни, кроме того, что я сделал незаконно, за что я сейчас сижу в тюрьме. Поэтому, когда человек умеет радоваться, он не будет делать те вещи, которые пачкают его одежду и портят его доброе имя. Когда человеку хорошо, он не будет делать те вещи, которые могут ему потенциально сделать плохо. Это как раз то, с чего я начал. Когда человек хочет радоваться, и он научился там, те же 10 шагов к счастью, он благодарен, он умеет ценить то, что у него есть, он счастливый, ему не нужен алкоголь. Алкоголь ему нужен в тот момент, когда ему не хватает внутренней радости, он в стрессе, ему плохо, и он ищет где-то поддержку, он хочет радоваться. Поэтому он берет алкоголь, кто-то берет наркотики. То есть, человек, которому хорошо, он радуется этому так. Поэтому, здесь идет восьмой отрывок, вот такой. И дальше, конечно, есть еще девятый, десятый, прекрасные отрывки. Но время наше сегодня закончилось, желаю вам хорошей, радостной недели. Уметь радоваться, благодарить за то, что есть. Посмотрите, обязательно есть четыре, четыре видеоурока, мои практикумы, я сделал бесплатный практикум «10 шагов к счастью». Там я объясняю «10 шагов», которые, если ты их делаешь, то ты увеличиваешь уровень счастья в своей жизни, в себе многократно. И с Божьей помощью, чтобы было у всех все хорошо, продолжаем изучать Тору, потому что изучение Торы, это не просто изучение банальных законов. Изучение Торы, это соединение со Всевышним через выполнение его законов. А это совсем другой уровень. Это в каждом действии ты можешь получать не только результат вот этот вот краткосрочный результат, а ты получаешь соединение со Всевышним, ты усиливаешь свою связь со своей душой и с Богом и зарабатываешь валы на переход на следующий уровень. То есть у тебя появляется криптовалюта, которая принимается только, она принимается в духовном мире. Заповеди, Торы и Добрые Дела это то, что мы себе создаем запас, когда тело отомрет, а оно отомрет по-любому. Хоть ты атеист, хоть ты религиозный, тело отмирает по-любому. Царь Соломон сказал, что тело человека идет туда же, куда идут все животные, а душа человека это вопрос, или ты для своей души жил и что-то для нее делал, или же ты всю жизнь жил только, чтобы там поесть, поспать, покайфовать и все время двигался завистью, обидой, там еще чем-то, то есть, ну как живет большинство людей. Или же ты служил Всевышнему, радовался всему, что Бог тебе дает и с Божьей помощью потом, когда тело отмирает, ушел в следующий уровень подготовленным, с запасом. У тебя есть криптовалюта, которая в духовном мире принимается. А атеисты, они каждый по вере своей получат. Верил, что будет инфузорей, будет инфузорей. Верит, что обезьяна, будет обезьяной. Верил Дарвину, а не Любавическому Рэму, например, значит, пускай Дарвин тебя после смерти и обеспечивает. Хотя, чем он может обеспечить? Ничем. Поэтому, каждый верующий в свое, и атеисты, они фанатики, верующие в Дарвина. Хотя, вот, чем меня атеисты удивляют, что они верующие, неподготовленные. Они просто такие слепо верующие атеисты, потому что, ни одной, я вот не видел пока ни одного человека, который бы теорию Дарвина лично бы изучал из атеистов. Они просто так языком болтают, что типа, да мы развиты обезьяны, про Бога никто не доказал, ну а ты там развиты обезьяны, почитай хотя бы теорию Дарвина. Никто же не читал. Так что, они слепые фанатики, атеисты это слепые фанатики, которые фанатично верят в Дарвина. Все, всем удачи и успехов, всего хорошего, хорошей недели, и я иду в радости кушать свой хлеб и пить воду. Субтитры создавал DimaTorzok